МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лёва Тышкинов не поседа, но убежать из кроватки или с маминых рук малыш всё равно не сможет. Три провода соединяют жизненно важные органы мальчика с приборами, поддерживающими его жизнь. Датчик кислорода, капельница капает, и вот сам кислород, масочка кислород. Вот пульсоксиметр вот этот. Показывает, сколько у Лёва кислород. Он ещё дома даже и не был. Мы как родились, порог сердца, теперь лёгкие, головка. Вот мы лечим. Для лёгких нужен кислород, из-за этого мы не можем приехать домой. Лёва и его брат Лёни родились 16 мая 2017 года. У Лёни всё в порядке, но Лёвику достался целый букет врождённых заболеваний. Врачи два года боролись за его жизнь. Малыш перенёс несколько сложных операций. Всё это время они с мамой в реанимации. Теперь состояние здоровья мальчика стабилизировано. Он растёт и развивается. Лёве остро и не хватает общения со сверстниками. Он любит смотреть весёлые мультики, особенно когда в них показывают малышей. Молодец он. Вообще большой молодец. Научится я так. Думаю, что мы и сядем, и побежим ножками. 16 мая этого года врачи впервые разрешили семье собраться вместе. Здесь, в реанимационной палате, отметить день рождения Лёвы пришли его брат-двойняшка, папа и старшая сестра. Обычно они общаются с мамой и Лёвой только через интернет-связь. Теперь врачи готовы отпустить Тышкиновых из реанимационной палаты домой. Там мальчику будет лучше, уверены доктора. Им домой можно и нужно. Всё, что нужно в стационаре, уже сделано. То есть он сейчас получает совсем немножко кислорода. Кормится почти всё время сам, немножко через зонт. Вот в следующем, про чём я только что разговаривал его. Вот. Всё это можно получать дома. Но чтобы Лёва сбежал из реанимации домой, нужно выдать ему с собой сложную медицинскую технику, такую же, как та, что поддерживает его в больнице. Сейчас есть возможность пользоваться подобным оборудованием, которое привязывает Лёву к больничной палате дома. Это откашливатель, это кислородный концентратор, это пульсоксиметр. Всё это возможно использовать дома при поддержке службы качества жизни Дед Морозим. Побег из реанимации стоит 673 тысячи рублей. Конечно, самостоятельно в семье найти такую сумму очень трудно, но посильно для нас с вами. Программа госгарантии медицинской помощи не предусматривает обеспечение детей такой техникой на дому. Чтобы она появилась у Лёвы, вы можете перевести любую посильную для вас сумму через СМС на номер 3434 с текстом «Дед Морозим. Пробел. Сумма пожертвования». Средства в помощь Лёве можно перечислить онлайн на сайте детморозим.ру в разделе «Совершить чудо». В ваших силах прямо сейчас помочь Лёве сбежать из реанимации домой. Большое детское спасибо!